Ответственные родители уже позаботились о подготовке ребенка к школе. Продажи канцелярских товаров традиционно стартуют в начале августа, а некоторые магазины открывают специализированные витрины уже в июле. А вот форму лучше приобретать ближе к Дню Знаний, ведь за лето чадо вырастет и потребуется другой размер. По данным Росстата, в прошлом году собрать первый класс мальчика обошлось родителям в 22 тысячи рублей, а на вещи для девочки пришлось потратить еще больше, почти 27 тысяч. В этом году цены выросли примерно на 3 тысячи рублей, что довольно существенно для семейного бюджета. А что покупали тверичане к новому учебному году, и дорого ли им это обошлось, узнали у них самих. Долго искали, но все нашли. Дорого обходится сейчас собрать ребенка в школу? Конечно, дорого. Дорого. Что покупали? Все, и одежду, и констовары, все, покупали. По одежде там много чего покупали, но по канцелярии вроде не так. Как там, да, там всякие сменки, спортивки, вот это все. Наверное, не особо там поменялось, потому что одежда не сильно там в цене растет. Ну, канцелярка может быть чуть подороже там, но ее, в принципе, не так много там. Это самое. Ну, терпимо, терпимо. Вроде бы пока. По мелочи, там, сдавали на тетрадки, там. Форма пока старая еще. Еще не покупали. Блузки. Тысяч пять-семь-то как минимум. Покупали сначала рубашки, юбки, брюки, гольфы, носки. Сейчас покупаем школьные принадлежности. Когда выйдут учебники, будем покупать обложки, все остальное. Смотрели качество, соотношение цены. Ну, я думаю, что это средняя цена. Ну, канцтовары, как обычно, одежду. Дети растут. У меня двойняшки. Поэтому заранее готовиться начали. В прошлом году дороговато, потому что в первый класс собирали первый раз. Надо было покупать и рюкзаки, и мешки. Там все-все абсолютно с нуля. А в этом году нет, потому что и одежда еще какая-то осталась, рюкзаки не пришлось покупать. Самый дорогой, по-моему, что было, это одежда и рюкзак. Большинство опрошенных тверичан отмечают рост цен на канцтовары и школьную форму. Особенно это касается первоклассик, которых собирать в школу приходится с нуля. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье оказывается поддержка ученикам из многодетных и малообеспеченных семей. Выдаются бесплатные комплекты школьной формы, а первоклассникам рюкзаки и канцтовары. Впервые в этом году на такую помощь могут рассчитывать и дети участников специальной военной операции.